Добрый день, друзья! С вами канал Стань Студентом, канал для думающих людей. Сегодня обсудим тему, как стать блогером. В рамках этой темы предлагаю обсудить 4 основных вопроса. Первое. Кто такой блогер? Что понимать под этим видом деятельности? Второе. Как зарабатывает блогер и сколько? Третье. Куда поступать учиться на блогера? Четвертое. Стоит ли быть блогером? Плюсы и минусы этой профессии. Поехали! Первое. Кто такой блогер? Под блогером мы понимаем человека, который снимает видеоролики, в различных социальных сетях размещает посты, сторизы, рассказывает какие-то интересные истории. Я думаю, что каждый из вас владеет различными социальными сетями. У вас есть по несколько аккаунтов. Вы можете наблюдать абсолютно разных блогеров. И какое-то первичное представление о том, что такое себя представляют блогеры, вы уже имеете. Также блогер может выкладывать свой контент в журналах, на своем личном сайте, в подкастах, в стримах. И все, что возможно там, где можно разместить какие-то интересные материалы в социальных сетях. Каких популярных блогеров вы знаете? Напишите об этом в комментариях. Нам тоже будет интересно посмотреть этих блогеров. Второе. Как зарабатывает блогер? Здесь есть несколько способов заработка. Вы можете наблюдать, как популярные блогеры в своих видеоматериалах, прямо посередине ролика вставляют какие-то интересные заметки о различных товарах, услугах, сайтах. И с помощью этого они, соответственно, получают доход. Также они могут получать доход от платных подписок, от проведения различных мероприятий. Если блогер становится популярным, его начинают приглашать, то есть его начинают нанимать на работу. Его просят рассказать о каком-то магазине, о каком-то товаре, просят что-то продвинуть. Ну, конечно, самое страшное с нашей точки зрения, когда блогер теряет свою сущность, когда он полностью продает себя рекламе и в своих постах начинает рассказывать то, что ему предлагает рекламодатель. Соответственно, здесь уже у нас больше идет не блогерство, а больше идет продвижение рекламы. Но, тем не менее, без рекламы быть блогером очень сложно, так как реклама дает деньги. Таких блогеров, которые меняют свою точку зрения, в зависимости от смены работодателя, с которыми они работают, вы тоже можете наблюдать. Напишите, нам тоже интересно посмотреть, каких блогеров вы считаете ненастоящими, но, тем не менее, среди популярных такие блогеры тоже есть. Популярные блогеры за свои посты зарабатывают просто бешеные деньги. У некоторых это может доходить до нескольких тысяч рублей, до 500, до нескольких даже миллионов рублей. То есть, популярные блогеры вы можете наблюдать в социальных сетях, как они покупают мерседесы, дарят квартиры своим близким, родным, как они щедры, как они путешествуют. Все это очень здорово и действительно это манит, эта картинка манит стать блогером. И мы среди своих подписчиков видим такие вопросы, когда ребята пишут, не пойду работать, не буду учиться. Зачем? Стану блогером и просто буду зарабатывать хорошие деньги, ничего при этом изучать не надо. Не нужно тратить 4-6 лет в университете, либо учиться в колледже, когда можно просто стать блогером, взять в руки камеру и просто быть популярным, зарабатывать деньги. Действительно, такая картинка есть и мы же видим, когда смотрим в социальные сети только вот эту красивую картинку, мы же не видим, что за этим стоит, какой объем работы за этим стоит. Но тем не менее, у многих появляется вопрос, как стать блогером, что для этого нужно сделать, чтобы быть популярным и просто легко, спокойно зарабатывать любые суммы денег, которые необходимы для хорошей и счастливой жизни. При этом мы не видим, что блогеры на ведение своего блога тратят абсолютно все свое свободное время. Многие популярные блогеры пашут, как пчелы. Третий вопрос, куда поступать на блогера? Если вы все-таки твердо решили, что вы хотите быть блогером, хотите вот эти быстрые легкие деньги, которые вам кажется, что вы можете заработать просто сразу, просто сходу, раз и вы уже при деньгах. То здесь стоит отметить, что не существует специальных учебных заведений, которые вас могут выучить на блогеры, дать вам диплом, допустим, в гособразца о том, что вы блогер. Нам об этом еще неизвестно. Однако, такая профессия, она сейчас существует, так как есть люди, которые действительно живут только блогерством, они ничем больше не занимаются, получают доход. Вот многие из них оформляют ИП, даже берут на работу других людей, содержат огромные коллективы, огромные команды. Это уже превращается в какую-то медиа студию, то есть где работают профессионалы, они трудятся днем и ночью в несколько смен. То есть это действительно целое такое производство. И получается, что блог одного человека может даже кормить несколько других семей. Кто занимается монтажом, подготовкой видео, работой со сценариями, много процессов здесь происходит, которые скрыты за той картинкой, которую мы в итоге видим. На блогера можно отучиться, если вы купите какие-то курсы в интернете у популярных людей, которые знают, как вести блог, которые достигли определенных успехов. Эти люди, как правило, продают такие курсы. Не знаю, стоит ли вам в них участвовать, если вы решили, но, наверное, у успешных людей стоит учиться и этому мастерству. Но также можно научиться отдельно и ораторскому искусству, и курсы вам пригодятся по видеомонтажу, и курсы по аудиозвуку, курсы по записи видео, курсы по тому, как правильно выставить свет в студии. И вот эти все вещи тоже можно изучить, если вы будете поступать в высшие учебные заведения на направления, связанные с медиакоммуникациями. То есть смотрите, подбирайте. Вполне возможно, что какие-то направления подготовки могут способствовать тому, что вы в итоге можете стать блогером, можете эти знания использовать для того, чтобы в дальнейшем быть успешным блогером и получать хорошие деньги. Если вам вдруг интересно, чтобы мы рассказали свою историю становления о том, как мы развиваем этот канал, пишите об этом в комментариях. Мы подумаем, возможно, запишем на эту тему отдельное видео. И четвертый вопрос. Стоит ли быть блогером? Мы предлагаем обсудить плюсы и минусы, которые мы видим от блогерства. Первое. Блогер может зарабатывать вполне хорошие деньги. Особенно, если это популярный блогер и у него получается, у него много подписчиков. Люди на него подписываются каждый день пачками, покупают какую-то его рекламную продукцию и рекламодатели активно сотрудничают с таким блогером. Второй плюс. Блог можно совмещать совместно с настоящей работой. То есть вы где-то работаете, занимаетесь какой-то профессиональной деятельностью и вы параллельно в свободное от работы время можете вести ваш блог. Третий плюс. Можно самостоятельно планировать свою работу. То есть вам никто не будет ставить задачи, что вам там 8-30 нужно сделать это, это, это. Никто не будет проверять. Вы самостоятельно устанавливаете тот план и объем работ, который вам необходимо сделать, по вашему мнению, чтобы ваш блог был более успешным. Четвертый плюс. Это саморазвитие. Так как для того, чтобы стать действительно настоящим успешным блогером, вам постоянно нужно совершенствоваться. Узнавать новую информацию в той области, по которой вы будете вести блог. Это означает, что вы будете со временем расти. Чем больше вы будете уделять внимания вашему блогу, тем больше информации по заданной теме вы будете узнавать. Пятый плюс. Способ самовыражения. То есть если вы хотите понять то, что вы знаете, то, что вы умеете, то, что вам нравится, вы выражаете в виде блога, то нравится ли это людям. Вы будете получать определенные лайки, подписки, люди будут выражать мнение по тому блогу, который вы ведете. И вы поймете, как вы можете себя самовыразить. Вы можете почувствовать, что это нравится публике или наоборот не нравится. Это такой способ самовыражения. Но также помимо плюсов есть и минусы, которые тоже стоит учитывать. Итак, первое. Это то, что вас могут не понять ваши близкие, знакомые, родственники, друзья, когда вы начнете вести блог. Если они не понимают, что это такое, то на вас будут смотреть и говорить, Вася, Петя, с тобой все хорошо, ты что делаешь? Ты что, блогер что ли? Будь к этому готовы. У нас на проекте, когда мы начинали, один из первых роликов мы снимали на улице. Это был период пандемии, никого не было вокруг, но тем не менее на большой широкой улице шел один прохожий, который увидел, что мы ведем какой-то видеоблог, делаем съемку. Он не поленился, прошел большое количество времени, вошел прям к нам в кадр, похлопал меня по плечу и говорит, а что вы, ребята, делаете? Что за блог вы ведете? То есть всем это интересно и в то же время все хотят какое-то свое мнение выразить по этому поводу, как вы ведете этот блог. То есть все каким-то образом понимают, как надо. Все, видимо, кроме того, кто ведет этот блог. Второй минус, это трата большого количества времени. Так как заработок может все-таки и не прийти, то есть вы можете ожидать больших денег, но на самом деле этого может не произойти. А потратите вы очень много времени, а время сейчас это золото. Поэтому подумайте, стоит ли полностью уйти и заниматься блогерством. Возможно, стоит параллельно осваивать какие-то другие вещи, которые вам могут в жизни пригодиться. Третий минус, возможно, придется затратиться на продвижение своего канала, своего блога, на раскрутку, на рекламу. Так как некоторые социальные сети не позволяют вам стартануть просто с хорошей идеей. То есть обязательно нужно о себе как-то сообщить, заявить. Раз у вас будут первичные траты, инвестиции в ваш блог, то здесь вопрос, сможете ли вы потом это все купить в блоге. А вдруг что-то пойдет не так, а вдруг вы перегорите, а вдруг чего-то не будет хватать, а вдруг поменяется ситуация, политическая ситуация. Вы видите, что сейчас некоторые социальные сети закрываются. И те блогеры, которые были популярны в этих социальных сетях, они плачут, они не знают, что делать. Закрываются целые команды, уходят в никуда и начинают искать работу. Некоторые действительно пишут, говорят, да, все, был блогером, теперь придется искать какую-то новую работу, идти на завод, на предприятие. Поэтому для людей это, конечно, кошмар и ужас. Потому что они зависимы от своих подписчиков, они зависимы от той аудитории, с которой они общаются. Они зависят от той социальной сети, на базе которой они развиваются. Четвертый минус, то что у блогера обязательно будут и конкуренты. Так как конкурентов может быть много, возможно, ваш блог вдохновит кого-то еще вести аналогичный блог, аналогичный канал. Поэтому все время придется бороться за выживание. Напишите, какие каналы вы еще смотрите, когда смотрите наш канал. Какие популярные блогеры вас интересуют наравне с нашим каналом, на тематику про поступление. Напишите об этом в комментариях, нам очень интересно узнать наших конкурентов. Итак, давайте сделаем вывод. Все-таки стоит становиться блогером или не стоит? На наш взгляд, если вы не представляете, что это такое, если вы не представляете, как правильно этим пользоваться, то однозначно не стоит. Лучше всего это время точно потратить на ваше образование. Но получить то образование, которое вам точно пригодится. Там, где вы сможете стать настоящим профессионалом. Там, где вы будете понимать, для чего вы учитесь. Там, где точно получите документ, с которым вы сможете трудоустроиться. И уже в процессе трудоустройства, когда вы станете настоящим профессионалом своего дела, вы можете вести блог о своем деле. В случае нашего канала получилась такая ситуация, когда у нас есть опыт работы в приемной комиссии. Когда мы занимаемся командой профориентации. Когда мы ежедневно общаемся с абитуриентами, с родителями, с теми, кто планирует получить образование. И со временем мы стали понимать, что мы этими знаниями можем поделиться с другими людьми. Поэтому мы открыли такой канал, завели блог и рассказываем вам об этой информации. То есть это относится к нашей основной профессиональной деятельности. Поэтому мы с удовольствием ведем этот канал. Поэтому я не считаю, что это трата времени. Мы просто общаемся с вами. И поверьте, последний, наверное, роликов 20 мы сняли только благодаря тому, что вы с нами общаетесь. Вы сами нам уже рассказываете, какие темы вас волнуют. И мы об этих темах записываем новые видео. Вам отдельное спасибо. Также профессия под названием блогер требует большого количества креатива. То есть вам все время нужно развиваться. Все время нужно думать, что делать дальше. Какую тему дальше осваивать. Что рассказывать. Конечно, блоги бывают разные. Мы можем видеть, что есть блог про путешествия. Когда человек просто покупает билет на самолет. Цепляет себе камеру. И в принципе записывает видео. Потом накладывает музыку. И его смотрят миллионы. Поэтому у всех бывает по-разному. Но нужно найти свою нишу. Нужно так интересно рассказать. Чтоб это было и полезно, и красиво, и интересно. Итак, если вы думаете становиться блогером или не становиться. То подумайте дважды. Подумайте трижды. Подумайте столько, сколько нужно вам подумать. И мы все-таки не рекомендуем вам специально отдельно становиться блогером. Становитесь хорошим человеком. С хорошим образованием. Друзья, если вам было полезно данное видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Желаю вам успешного выбора профессии. До скорых встреч.